термоядерные приветик с вами плейбой атомный и это фактически завершающая серия по игрушке сборки разборки оружия world of guns сегодня мы сравним штурм гивер 44 с хитлер коге 3 и mp5 и посмотрим насколько сильно это вооружение отличается то есть как эволюционировала немецкая оружейная мысль в этом направлении то есть видео потом пойдет долгий перерыв еще две серии может я досниму какие будет десятка лучшего десятка худшего вооружения ну и на том все видим шплинт вытаскиваем у хитлер коге 3 здесь прямо 2 идет чуть-чуть увеличили видим у нас приклад деревянный здесь еще но вот тыльная коробка приклада пружинка она уходит даже в приклад хитлер коге 3 сделали таким образом что в приклад пружинка уже не ходит она останавливается вот в этой коробке остается теперь сзади вытаскиваем пружину переламываем автомат и достаем поршень с затвором вытаскиваем затвор разбираем поршень рукоятку вытащили на здесь затвор вот из нескольких деталей тоже разобрали поскольку насколько я помню да теперь шплинт и снимаем верхнюю часть отлично разобрано вот теперь прицел приспособлен прицельное приспособление здесь планка помним угле 3 у нее там уже поворотный такой кружок здесь планка и есть шторка который угле 3 уже нету снимаем вытаскиваем целик разобрали здесь теперь остается еще поднять все эта часть разобрана теперь снимаем ствол разбираем угле 3 додумались вот эту деталь совместить мушкой как единую деталь упростив тем самым конструкцию а вот сама идея мушки на стволе конечно позаимствована автоматом калашникова хотя там мушка немножко другая здесь есть возможность настроить газовую трубку тем самым повлияв на точность стрельбы оружия у кгг 3 такой возможности уже нету нижняя подложка видим она одна идет не 2 сверху как у ака снимается а вот одна но здесь она металлической поэтому держаться за нее неудобно угле 3 уже пошел пластик выкручиваем ствол выкручиваем газоотводную трубку есть и теперь основной корпус нужно разобрать здесь детали которые находятся вот здесь внутри даже есть несколько деталей да насколько я помню вытащили кнопку там есть еще что-то внутри должна быть по моему еще деталь если правильно помню да вот все в принципе мы смотрим о профиль такой трубки из нескольких получается один круг меньшего радиуса и второй круг большего радиуса соединены между собой планками штампованного чем-то напоминает устройство даже mp-40 пистолет-пулемет видим тоже пистолетная рукоять которая разбирается на несколько частей ну вернее который металлический вот такая ручка вместе со всем ударно-спусковым механизмом точно также у mp-40 сделано но конечно здесь по сравнению с mp-40 все намного сложнее вы помните что я говорю что у штурмгевера один из самых сложных ударно-спусковых механизмов один из самых худших несмотря на то что у этого оружия есть много чего хорошего но ударно-спусковой механизм один из самых худших и в хеккер гох g3 это учли сделали другой механизм значительным более лучший скажем так и клерко g3 идет на уровне с автоматом калашникова у нее есть свои недостатки по сравнению с а к но в то же время есть и достоинства и ее надежность значительно выше чем м16 вот и она не коптит так как м16 и гораздо более надежно поскольку сделано из стальных деталей а не алюминия вот разбираем было бы интересно идеально конечно оружие собирать из алюминиево титановых сплавов то есть если есть производство если есть возможность то такое оружие получается прочнее чем сталь и при этом легче чем сталь это хорошая комбинация но но дорогое для современного уровня производства давайте посмотрим что кого-то еще детальку не разобрал все разобран штурмгивер 44 перейдем к его функционированию с точки зрения деталей он как бы отличается от штурмгивера от от хеккер гох g3 вроде как значительно сильно но если мы зайдем функционирование мы увидим как эволюционировали сами идеи детали вот смотрите давайте сделаем рентген смотрим видите у нас здесь газовый поршень находится и у g3 именно затвор вот эта ручка которую передергивать нужно ее расположили вот прямо на поршне вот здесь впереди разрез сделали а здесь соответственно убрали то есть когда мы видим в разрезе конструктивно как она внутри выглядит то можно понять как шла мысль то есть пружину убрали из приклада сделали вот здесь прямо в этом тыльной части она все также через тыл снимается потом пружина у g3 даже сделали пружину на прикладных на коробке прик на крышке приклада сразу в деланной вот но тем не менее найдет только в крышку в приклад не идет и приклад можно заменить и перенесли рукой ручку затвора вот сюда вперед вот эту накладку сделали пластиковой соответственно изменили и вот прицел совместили я думал это у американцы додумались совместите газовое колено и мушку но нет это первыми додумались сделать немцы то есть это их идея вот и совместили соответственно мушку с газоотводным коленом вот прицельное приспособление отнесли дальше в тыл линия прицеливания увеличилась и заменили не на целик она вот такой поворотный барабан в целом здесь же остается рама и ударно-спусковой механизм он попроще уже сделан у хитлер кох г3 но общая конструкция все равно остается приблизительно тоже то есть видно как эволюционирует это оружие вы посмотрели как он выглядит в рентгене давайте перейдем теперь хитлер кох г3 собственно где она находится вот сразу функционирование зайдем и посмотрим насколько это все поменялось загрузили давай сразу рентген второго третьего уровня видим получается вот пружина она не такая уже большая идет и она упирается вот в крышку получается тыльной ну получается крышка у приклада и снимается вместе с прикладом это удобнее так разбирать у mp5 поступили немного иначе вот эту пружину они совместили с затвором и соответственно затвор выцелывается вместе с пружиной а не отдельно ну такие были находки видим у нас ударно-спусковой механизм уже другой более простой и более надежный он идентичен с хитлер кох мp5 кстати по пробелу оказывается можно стрелять интересно не знал этого видим здесь точно также металлическая рукоять она больше похоже на mp40 если посмотреть есть видео по mp40 достаточно много вот у нас совмещенная мушка с газовым коленом собственно здесь уже никакой настройки нету как у штурм гевера 44 то есть посчитали это излишком в принципе да для большинства солдат это действительно излишек вот и вот видим затвор его перенесли вот сюда точно так же как у хитлер кох мp5 ну общую конструкцию мы увидели перейдем к разборке этого вооружения разработано в 59 году тогда когда же у американцев м-14 они создали и м-14 она на 20 лет технически отстает и от штурм и вот от хитлер кох г-3 и тем более от автомата калашникова начинаем с магазина есть теперь нам надо вытянуть вот я не понимаю почему здесь сделали два шплинта если можно было одним держать рукоятку так здесь еще один шплинт и сняли вот три основные части приклад ствол и ударно спусковой механизм видим у нас здесь уже используется пластик вместо дерева соответственно полегче получается сам приклад но можно и видите пружина она не уходит в приклад она сделана вот этой вот крышки приклада и соответственно гораздо более разнообразные приклады можно можно например сюда уже добавить складной приклада вам 16 нельзя вам 16 приклад это части системы вот оружие и никак укоротить ее нельзя только новой модификации потом уже в 2000 году исправили этот недостаток так сняли крышечку давайте шплинты вытащим вот здесь и здесь и сняли накладку вот пластиковая накладка в отличие от металлической конечно она гораздо меньше менее теплопроводной меньше греется и держать уже оружие можно по крайней мере вот так затвор вытащили весь смотрим вот здесь трубка чем-то напоминает как у штурмгивера только она немножко переделана но весь затвор уже больше как у хекклер мп5 хотя мп5 пол появился позже потому что скорее у мп5 затвор такой как у винтовки г3 видим прицельное приспособление совсем другое и с моей точки зрения она более удачно и лучше сделано потому что через дырочки вот эти удобно целиться но они забиваются но есть открытая соответственно в экстренном службе можно использовать такой прицел и все будет нормально так это разобрали сняли ствол откручиваем колено снимаем мушку есть ну почти все по моему и разобрали я не помню там детали нету вот шторки уже здесь нету такого как у штурмгивера 44 видим удар на спусковую группу но она уже упрощенно сделано здесь видим же подобный какой mp40 и в принципе штурмгивера 44 скелет и его тут сделано новое решение в металлической части стоит еще металлический такой контейнер корзиночка в которой находится вся ударная спусковая группа она вытаскивается единым в единым как бы блоком разбираем спусковой крючок разобрали и вот тут деталь что еще разобрать мне трудно представить по моему я все разобрал все что можно было еще 9 детали осталось а забыл вот это как здесь две детали ну тут тоже пружинку не помню вот в принципе разборка давайте перейдем тогда к mp5 посмотрим быстренько как он устроен он уже был если то в пятьдесят девятом году принято g3 то в шестьдесят шестом спустя получается 7 лет он принят на вооружение мы здесь видим тоже ствольная коробка давайте рентген сделаем видим затвор передергивается сверху как у хитлер коге 3 у нас также пружиной идет в получается крышку приклада упирается смотрите ударно-спусковой механизм и рукоятка фактически такая же только у mp5 уже додумались что вот этой металлической рукоятки уже можно не делать и она даже легче получится да вот так вот тоже прицельное приспособление в принципе все приблизительно также давайте его разберем разборку видите на золото выполнил все задания по нему ну там некоторое оружие просто очень сложная задача поэтому не получается на золото сделать я бы делал бы все если бы можно здесь один шплинт как у штурмгевера 44 приклад здесь складной и он такой также может поставиться на хитлер коге 3 смотрим на профиль профиль здесь уже несколько другой но все равно такой странного формы вот видимо два круга но один из кругов он прерывается маленьким и прерывается вот такими и канавками непонятными то есть он не получается полностью круглый видим смотрите здесь уже пружины идет не к прикладу а вот отдельно вместе с затвором и видим затвор состоит из таких же деталей как у хитлер коге 3 разобрали давайте снимем нижнюю часть накладка тоже одна я считаю это удачным решением вот немцы молодцы сделали одну накладку вместо двух сверху снизу в отличие от автомата калашникова и мне очень нравится вот это совмещение мушки и газового колена это удачное решение мне еще нравится у вообще у немецкой школы вот вот этот боевой предохранитель что у хитлер коге 3 что мп-40 что у мп-53 то есть мп-5 вот видим отодвигается назад и поднимается вверх затвор чтобы перевести боевое положение просто щелкнем вниз очень простым движением мне это решение нравится я считаю его правильным вот немцы имеют толк в оружии в отличие от но американцев есть свои хорошие находки например гранатометы m79 это хорошая находка и пистолет-пулемет на свое время томпсон был хороший сейчас конечно он уже архаика но там есть некоторые интересные решения которые больше нигде не применялись видим тот же молоточек тоже пружинка здесь я просто сами разработчики сделали немного другую разборку но в целом мы видим пружину мы видим вот эту верхнюю часть они разбираются аналогично просто сами разработчики сделали немного по другому разборку того же самого механизма мы разобрали мп-5 и давайте например бюджетную версию посмотрим у меня открыт хиклер кофе у импи это развитие мп-5 с одной стороны он вроде как дешевле потому что более простые детали видите здесь штамповка идет более грубые детали сборка соответственно он получается дешевле вроде как но с другой стороны мне кажется даже до другие вещи здесь сделаны плохо видим здесь складной приклад теперь вытаскиваем шплинты вытащили ударно-спусковой механизм теперь у нас вытаскивается пружина она вытаскивается отдельно и затвор затвор здесь уже более короткий здесь трубка вот это она не идет вместе с затвором она идет отдельно газового поршня видим эта часть уже не разбирается если у мп-5 две трубки которые выкручиваются то здесь уже нет здесь только ствол снимается но здесь есть планки пикатинни которые навешаны здесь прицельное приспособление уже такого больше американского типа и я считаю это неудобно здесь два режима вот дырочка одна такая и мушка открытого типа это получше чем у американцев потому что у американцев там только вот такие диоптрические то есть дырочкой сделаны она легче забивается тем не менее это бюджетная версия то есть удешевленный mp5 мне больше нравится по конструкции и устройству конечно же оригинальный мп-5 чем вот это вот оружие смотрим ударно-спусковой механизм как устроен здесь вот он более сложным стал чем у мп-5 мп-5 там корзиночка она вынималась из рукоятки пластикового достаточно удобно но здесь от этой рукоятки корзиночки вообще отказались типа вот вам пластиковая рукоятка корпус и сразу него все детали в тело наверно так даже дешевле получается все все почти вытащили видим как они пошли механизм ударно-спусковой уже другой он отличается от g3 и mp5 здесь явно переделали и вот эта нижняя часть она полностью вся пластиковая нету корзиночки то есть вот такое упрощение задняя вот эта часть на которую опирается пружина ударно-спусковой механизма она приделана не в приклад а в ударно-спусковой группе то есть они ищут они видите на g3 у них пружина была сделана в коробке приклада у mp5 она сделана отдельно а у mp5 получается тыльная часть на которой опирается пружина она уже сделана крышечка вот эта сама вделана в ударно-спусковую группу вот механизм ну как в дело на цепляется к нему и является составной его частью как-то так давайте подсказку что я еще не разобрал а пружину и еще чё-то не разобрал здесь на вот этой пружинки детали уже совсем другие я бы не сказал бы что он прямо значительно дешевле mp5 давайте что еще забыл и здесь все разобрали перейдем к сборке mp5 мы не будем собирать ее mp мы соберем я соберу mp5 а вы посмотрите как он собирается интересная игрушка я бы рекомендовал бы ее поиграть всем подросткам которые проходят до призывную подготовку и мужчинам поскольку в странах снг свободное владение оружием запрещено и я считаю правильно вот но тем не менее знать как устроено оружие и быть готовыми всегда стоит всегда стоит вот собираем у нас барно-спусковой механизм собираем боек и затвор с пружиной а что тут еще вот оставили все это уже собрано теперь газоотводная трубка получается с рычагом ствол азовое колено с ушкой прицепили накладку вы чего бы я бы взял бы от этого вооружения и переставил бы на автоматы калашникова это вот такой вот способ затворок постановка на боевой предохранитель а колено газовая но в новых автоматах калашникова это уже сделали вот вот это прицельное приспособление базовое мне но больше нравится чем то которое используется на автомате калашникова ну и в принципе наверное все чтобы можно было заимствовать интересное решение ну и тут бы сказали конечно если вот заимствовать газовое колено вместе с этим накладку и прицел что вообще все скопировали все скопировали и посмотрите mp5 он ничего что он позже появился автомата калашникова но он внешне напоминает очертания автомата калашникова и вот почему то никто не вспоминает что а mph 5 напоминает очертания калашникова значит немцы украли автомат калашникова не не хотят такую интерпретации вот внешне ж напомним напоминает да вот как штурм гиви и автомат калашникова внешне чем-то похожи внешне чисто внутренне совершенно разные устройства но внешне похоже и на основе внешнего сходства начинает рассказывать, что автомат Калашникова украден, то есть, со штурм Гевера. Передран. Хотя конструктивно совершенно другая. Есть серия по сравнению, где показано, насколько отличные механики. Так почему никто не говорит, что МП-5 украден с автомата Калашникова? Потому что нужно найти причины для предательства. Нужно просто найти причины. Вот. Все прекрасно... Большинство людей прекрасно осознает, что они предают, что они врут, что на самом деле все было несколько иначе, чем они рассказывают, что Советский Союз это никакой они... И снова таки мне говорят про то, что я там сильно люблю Советский Союз. И вот типа хочу восстановить... Нет, я не хочу восстановить Советский Союз. Но, как и в случае с Троцким, я просто за справедливость. И Советский Союз заслуживает гораздо лучшего отношения, чем к нему относятся. Его показывают, словно это не знаю, мордор какой-то, словно там все только мучились и жили, а на самом деле там жили даже намного лучше, чем в СНГ. Большинство граждан. Вот. Кроме воров. Ворам, конечно, жилось в Советском Союзе похуже. Они не могли получить какие-то там посты руководящие, не могли позволить себе машину. Ну, была квартира, но не такие богатства, как сейчас. Вот. Ворам, конечно, при Союзе жилось похуже. Вот. Остальным всем было лучше. Я не знаю, почему большинство врет об этом. То есть, в чем мода? Серьезно, я не понимаю. Никаких же выгод из этого большинства людей не получают. Живут бедно. Но вот врут. Ну, врут так врут. Что тут поделать? Предпочитают лгать. Вот эту часть. Смотрим профиль. Видим. Здесь профиль у G3, заметьте, точно такой же, как у MP5, только увеличенный. Большего размера все детали. Но профиль точно такой же. уже, правда, несколько отличается от штурмгивера. 44-го. Так, прикрепили ручку. А почему вся корзинка? О, наконец-то. Корзинка сложилась. Так, теперь вот эту часть. И теперь ствол можно. Да. Поставить. Все. Закрыли газовую трубку. Поставили цевьё. Прикрепили это цевьё. Конструктивно. И теперь давайте соберём затвор. Новые конструкции они сделали. Потому что штурмгиверовский, скорее всего, показал себя хреново. Штурмгивер, это винт. Вот почему, например, я знаю, что первым автоматом называют автомат Фёдорова. Но на самом деле это не было автоматом или штурмовой винтовкой по двум причинам. Первая причина не тот калибр. И вторая причина та механика, которая у него была, не позволяла регулярно вести автоматический огонь. Это скорее переходной вариант. Это винтовка, которая в экстренном случае может вести автоматический огонь. не прицельный, крайне косой, если такими обычными словами говорить. И только в крайнем случае. Регулярно автоматическим огнем, несмотря на то, что он называется автомат Фёдорова, с него стрелять невозможно. А вот уже штурмгивер, это было именно оружие, штурмовая винтовка, у которой основной режим огня автоматический. и автоматическим режимом огня можно вести прицельный огонь на регулярной основе. Это большая разница. Наоборот, стоит сравнивать с штурмгивером 44-м, чуть-чуть раньше появилась самозарядная винтовка Токарева, СВТ. Вот. И СВТ, это снова-таки переходный вариант между винтовками и уже автоматами. Она может вести автоматический огонь. Этот автоматический огонь уже нормально работает и вполне прицельный. но тем не менее это не основной режим стрельбы. И все-таки она ближе к винтовкам. Самозарядным пускай. Но тем не менее СВТ больше походит на автомат или на штурмовую винтовку, чем тот же автомат Федорова. Потому что из нее, по крайней мере, достаточно регулярно можно стрелять автоматически и вполне прицельно. Так, теперь вот эти два шплинта. Непонятно, почему здесь применили два шплинта. Если, кстати, как они называются реально? Посмотрим. Батсток. Отлично. Батсток. Отличный перевод. Шплинты я буду называть. Или оси, на которых держатся все эти. Вот и собрали хикверко Г3. Перейдем к штурмгеверу. И соберем. В этой версии у меня не открыт МП-40. Соответственно, сравнить с МП-40 я не смогу. Я бы хотел бы, конечно. Но, увы, он у меня здесь закрыт. Поэтому сравниваю с тем, что открыто. Помните, у меня две версии. Одна мобильная, другая на Steam для EVM. За счет этого больше опыта получается собрать и больше кредитов, больше вооружения я открыл. Если бы я только одну использовал бы версию, то я бы не открыл большинство изражений, которые я показал в серии. Половину бы не открыл. И серии бы было не 35, а 15 максимум. Так, мушку соедини. Колено газовое. Мне еще очень нравится АУГ. АУГ это достойное вооружение. вот в свое время революционное сделала. Она не настолько удачна, как автомат Калашникова, но она на одном уровне с штурмгевером, вот с Г3, например, со штурмгевером 44-м. Она тоже внесла много. Она доказала целесообразность казонозарядных штурмовых винтовок, то есть магазин по английской классификации Bullpup. Вот. Я... Я... Мне не очень нравится использовать англицизмы в названиях, но у меня канал тоже называется Playboy атомный. Playboy, потому что связано с играми, вот, и это достаточно популярно. Но, тем не менее, если бы было более удачное отечественное название какое-то, которое бы привлекало внимание и сочеталось с тематикой канала, я бы его использовал бы, но его пока нету. И, да, такой недостаток. Поэтому не буду я упрекать за то, что используют такую терминологию, как английские слова Bullpup. Вот, я хочу одновременно использовать и, мне кажется, логичным и целесом казенно-зарядная система заряжания. Вот, собираем. Вот, вот этот прицельный, у М16 вот эта шторка осталась, а у Г3 уже от нее отказались. Пошли дальше. Теперь соберем самое худшее ударно-спусковой механизм среди всего вооружения, которое я разбирал. Вот, это реальный недостаток штурмгера. И еще недостаток его, это вот эта металлическая накладка, за которую держаться невозможно. То есть, ну, да, первая автоматическая винтовка, но она фиговая. Фиговая в плане устройства ударно-спускового механизма, который, скорее всего, достаточно часто клинит. Фиговая в плане вот этой металлической накладки. Кто додумался такое сделать? То есть, понимаете, вот, допустим, с СВТ сравнить, я думаю, у СВТ будут вполне аналогичные характеристики, но там деревянное цевье, и за нее держаться уже нормально можно. Вот, может, она не такая надежная, как автомат Калашникова, но я думаю, боец с СВТ вполне на равных может сражаться с теми бойцами немецкими, которые вооружены, вот, допустим, вот этим штургевером 44-м. Вот, и если говорить, я бы говорил бы, что первый именно автомат, штурмовая винтовка, это все-таки СВТ 40, или переходной такой вариант. Можно об этом говорить, она, потому что она регулярно позволяет вести автоматический огонь. остальные, а вот автомат Федорова нет. Но автомат, понимаете, почему современности пытаются сделать упор на автомат Федорова? Потому что он сделан в царской России, и, соответственно, типа, вот, смотрите, как высоко была техническая мысль в царской России продвинута. То, что при этом Циолковского и многих других ученых вообще за людей не считали, и только насмехались над ними, это промолчат. А то, что типа автомата, на самом деле просто винтовка с возможностью вести автоматический огонь в экстренной ситуации, и то не прицельной. А вот СВТ советская, это уже позволяет, ну, все равно, то самозарядная винтовка, я думаю, у нее не такой режим огней, она не сможет на постоянной основе все время работать в автоматическом режиме, еще и прицельно. вести огонь, скажем, это один из ее режимов нормального функционирования. Вот как-то так. Соединим. И вот американцы, их М14 винтовка, я снимал видео, сравнение, она на уровне СВТ, СВТ, то есть, СВТ принято на вооружение в 40-м году, а М14 в 69-м году, спустя 19 лет. Вот вам и великая американская технология. У них очень сильное отставание по многим технологиям, и они просто умеют врать о том, какие они супер продвинутые и крутые. Даже железная дорога в Америке в разы технически и территориально развита хуже, чем в СНГ, даже несмотря на развал после Советского Союза. Вот вам и ответ про выдающихся американцев. Конечно, если вспомнить Японию, или там современные Францию, Англию, Германию, где уже скоростные поезда используются, то там получше с этим делом. Но Америка, она хуже даже, чем СНГ в этом плане. Но врут какие они крутые. Вот мы собрали Штурмгивер 44-й, посмотрели, как эволюционировала немецкая мысль, поговорили на эту тематику. И стоит сказать, что из всех винтовок сейчас на данный момент я... Это, наверное, такое небольшое преддверие перед сериями с оценкой десяткой лучших, десяткой худших. Я ставлю чехословацкий ВЗ-58 и автомат Балашникова, более известный как Галил. То есть, модификацию Калашникова, сделанную евреями. И скажите, что евреи что-то делают плохое. Намного улучшили систему. Она стала действительно лучше. Ну а с вами был Плейбой Атомный. Комментируйте видео, говорите, что вам понравилось, что не понравилось. И, в принципе, остались последние серии с десяткой лучших, десяткой худших. Когда я их сделаю, я точно не знаю. но когда-то я их точно сделаю. А в остальном уже эта игра, если я к ней вернусь, то после длительного перерыва, может через два года, может через три, когда будет больше кредитов, когда появится снова интерес, захочу открыть какие-то новые вооружения, которые я еще не смотрел, посмотреть. Вот, как-то в этом плане. Ну а на этом все. Комментируйте, оценивайте. Только революция, только победа.